Партийный тренд. Сразу два радикала попались сегодня на взятках. В Киевской области задержали главу земельной комиссии Фастовского горсовета. Он также возглавляет местную ячейку радикальной партии Олега Лешко. По данным ГПУ, чиновник требовал 70 тысяч долларов у одной из религиозных организаций за аренду кладбища. А в Ривне задержан местный депутат от радикальной партии Владимир Кудрин. Он требовал 5 тысяч долларов. Эти деньги, по данным СБУ, должны были стать гарантией того, что он не будет мешать застройщику работать. В частности, писать депутатские запросы и инициировать всяческие проверки. Кудрин задержали в офисе, пачку купюр нашли под диваном. Обнаружили также обработанный янтарь, примерно полкило, и наркотики. Принципы и методы работы, традиционные, требования денег, залякувания депутатскими заявлениями и запитами. Фактически бандитизм. Я негайно вертаюся до НАБУ, до генерального прокурора персонально, до президента. Он гарант Конституции. Он должен гарантировать, что никакие радикалы Ляшка не будут заважать требуемому и среднему предприятию и предприятиям по всей стране то, что сейчас происходит. На это нужно реагировать. Это уже проблема национального уровня. У радикалов в последнее время не складываются отношения с законом. В СИЗО два месяца провел Игорь Масейчук. Его подозревали в преступлениях сразу по пяти статьям. Взяточничество, хулиганство, вмешательство в деятельность судебных органов и угрозы судье. Затем в возможном коррупционном скандале засветился Андрей Лазовой. Его подозревали в неуплате налогов на сумму почти 2 миллиона гривен. От прокуратуры его спасла Верховная Рада, которая не дала разрешения на арест нардепа и привлечение его к уголовной ответственности. И сам главный радикал Олег Ляшко также попадал под прицел следователей. Его тоже подозревали в уклонении от уплаты налогов. После того, как журналисты выяснили, что у Ляшко шикарный особняк в элитном районе под Киевом. Откуда деньги на такое роскошное жилье, он не пояснил. Продолжение следует... Продолжение следует...